добрый день дорогие друзья меня зовут артем лысенко и сегодня мы записываем очередной эпизод из нашей серии телепередач технологии успеха в канаде когда три с половиной года назад я просматривал видеоролики ютюбе перед тем как поехать в канаду как здесь живут несколько роликов были от одного и того же человека и они были интересные ролики и тогда я не мог себе представить что в своей жизни я этого человека повстречаю и у меня будет такая возможность позадавать ему каверзные вопросы этого человека зовут анастасия модестова сегодня она наш гость анастасия здравствуйте добрый день артем добрый день дорогие зрители мне очень приятно ваши комплименты но мне очень приятно что вы к нам пришли что вы нашли время и поэтому первый вопрос самый главный вкратце о себе кто вы откуда и каким образом приехали в канаду я родилась во владимире который находится в 180 километров от москвы 15 лет я начала работать на радио и проработал там 7 лет у меня были три программы для детей и молодежи и во время учебы в школе в течение двух лет и потом пять лет обучение в университете на факультете иностранных языков франко-немецкое отделение я успешно занималась журналистикой после этого я уехала в польшу и там проработала учителем иностранных языков потом мне еще была франция где я работала торговым представителем и продавала торговое оборудование и электрогенераторы на рынке бенелюкса после этого я долгое время работала в москве пиар-директором по маркетингу а потом я влюбилась бывает и такое да бывает и соответственно вышла замуж и переехала жить в канаду к своему мужу который является очень талантливым айти консультант возможно когда-нибудь мы пригласим и его к нам в передачу а сегодня вы расскажите о том вы приехали в канаду чем вы здесь занимались какая-то предыстория до того как вы открыли свой собственный бизнес если честно то когда я приехала в канаду я решила ничего не делать потому что я очень много работала в москве вы знаете там просто гонка карьера все очень серьезно и я решила просто выдохнуть к счастью муж мне такую возможность предоставил и я решила посвятить время тому на что мне никогда не хватало времени во время работы и я начала учиться играть на фортепиано изучать китайский язык снимать ролики ну просто на 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 фотоаппарат на обычный что я делаю еще учил училась готовить читала и играла в теннис и наслаждалась жизнью но однако проблема заключалась в том что через полтора года я как-то осознала что я живу в каком-то своем пространстве что я абсолютно не интегрирована в канаду что у меня нет канадских знакомых у меня все знакомые русские и мне нужно было что-то с этим делать и единственный способ как то решить эту проблему по крайней мере в моем представлении было начать работать но не все было так просто несмотря на 12 лет 12-летний опыт работы в качестве директора по маркетингу пиар-директора я почему-то здесь и никому не была нужна такая история знакомая на гости приходят и не рассказываю примерно одну и ту же историю перед тем как не начали открывать свой бизнес оказалось ты никому здесь не нужен здесь обязательно нужно подтверждение твоего образования в канаде и или канадский опыт работы ни того ни другого у меня не было поэтому я сначала решила что стану я риэлтором у меня хорошо получается общаться с людьми и я подумала я обучилась и буду продавать дома я даже сдала экзамен по английскому языку сдавая его успешно но потом передумала потому все таки это не мое это недостаточно интересно достаточно прикольно для меня и тогда я познакомилась с одной девочкой алла кстати привет она сюда тоже эмигрировала из москвы закончила мгу и она говорит как насчет мб и программа я говорю ну знаешь мне кажется поздновато мне уже как бы близко к 40 она нас ничего подобного это самый тот возраст я говорю окей что для этого нужно сдавать она говорит джимат я пошла в интернет поискала и пришла ну я не в ужас конечно но я поняла что мне придется попачить математику а с математикой у меня проблемы проблемы до такой степени что я не была уверена сколько будет 7 умножить на 8 но все-таки мне хотелось вот получить этот социальный лифт который безусловно является программа mba и получить хорошую работу и получить хорошую зарплату и интегрироваться в канаду поэтому я пошла в библиотеку в наше центральное отделение это мое самое любимое место здесь в анкувере и стала брать книги одну за другой подготовкой к джимат и в течение четырех месяцев вот эти вот 8 учебников я их все полностью прорешала когда мой муж возвращался домой по вечерам вся весь пол в салоне был покрыт вот этими бумажками даже я решала отрывала из блокнота и бросала значит я правильно понимаю извините что есть на ютюбе какой-то ролик которым вы рассказываете о том как сдавать джимат да поэтому я думаю я ссылку где-нибудь кину здесь или здесь вы сможете найти посмотреть было интересно ну вот и в общем-то я пошла и сдала этот экзамен сдала его с первого раза и сдала его настолько хорошо что получила возможность подать заявление в бизнес-школу ашусе монтреаль где была двуязычная программа французский и английский язык и собственно говоря только в эту школу ей подала хотя сдача джимата дает тебе возможность подать заявление бесплатно пять школ а если не секрет какие цены вот в школе здесь ванкувере и в манреале если сравнивать по программе бей значит в ванкувере цены от 30 до 30 тысяч долларов в год а я не знаю смотрел за программу стоимость за я смотрю по-моему было 30 тысяч в год два года в сфю стоит 55 тысяч возможно я уже сейчас этим вообще не интересуюсь значит в вебеке к счастью социализм в этом плане и можно учиться за очень умеренные деньги мне мое обучение стоило порядка 13 тысяч долларов это просто обучение плюс учебники я никак не ожидал что учебники могут стоить две тысячи долларов очень серьезно вот вам секрет слышали если вам дорогое обучение в торонте или ванкувере едете в манреале изучайте имеет но при этом вы еще должны понимать что вы вкладываете свое время время своей жизни за который вы могли бы заработать еще определенные деньги но в общем я поступила отучилась это был самый жесткий год в моей жизни потому что меня не было выходных потому что нужно было изучать бухгалтерию финансы статистику вещи которые я очень очень не люблю когда я готовилась к экзамену по финансам 2 я начала курить настолько это было жестко то есть 8 30 начинается занятие утра 4 они заканчиваются как бы очень хорошо да она начинается работа в команда которая продолжается до 8 9 вечера после этого ты приходишь домой и тебе нужно сделать индивидуальные задания разобрать бизнес кейсы ежедневно мы читали и анализировали вот дома уже после обучения по 100 страниц на французском и английском языке бизнес текстов это было очень жестко то есть вот например в два часа ночи метро очень хочется спать но я понимаю что у меня скоро экзамен 5 экзаменов каждой 5 недель и я покупала такие пакетики с витаминами назывался emergency emergency да назывался добавлю разбавляла водой выпивала и через 10 минут энергия идет вверх и ты можешь еще сорт над работой потом опять энергия падает и снова и в общем весь этот кошмар длился год в это все успешно сдали да потом решили приехать обратно сюда я не решала судьба решила судьба решила да я получила работу в качестве директора по маркетингу в одной из ванкуверских компаний поэтому я переехала сюда и начала работать и эта часть была указана в афише которой мы предоставляли на нашей фейсбук странице о анастасии вы эту информацию думаю прочитали у меня такой вопрос очень простой не жалейте о том что закончили бей ни в коем случае во первых жалеть о том что произошло это очень непродуктивно во вторых программа мбей дала мне я конечно была в себе уверенным человеком во время обучения я поняла что я не просто сильная я могу сделать все что я хочу в этой жизни просто не существует никаких преград я могу выучить понять все быстро и быть эффективным как вы думаете это только относится к вам либо любой человек может это сделать как и вы как считаете только честно учиться на программе мбей или прийти к такому выводу вот как вы сказали увидел захотел поставил цель любой человек любой человек абсолютно понятно но он должен быть уверен в своих силах он должен понимать к чему он идет и он не должен идти к целям которые не являются его целями вот в этом секрет я думаю анастасия ванкувер приехали такая у вас отличная работа получаете хорошие деньги и потом а я знаю точно через четыре месяца принимайте такое для себя челлендж такую попытку открыть свой бизнес что вас на это подтолкнуло я просто для себя год отучились на имей бессонные ночи приехать найти работу по специальности и потом бум через четыре месяца поменять совершенно свою точку траекторию движения и пойти в другом направлении я думаю что большинству людей будет сложно понять мой выбор потому что с точки зрения с точки зрения обывателя у меня все было прекрасно прекрасная работа прекрасная зарплата чудесный коллектив и я работала в семи минутах ходьбы от моего дома но происходило следующее каждое утро 1 или почти каждое утро когда я шла на работу в свой офис я встречала людей с видеокамерами и они куда-то шли чтобы шли снимать и они снимали уже кого-то на улице и мне было грустно мне было бесконечно грустно потому что я хотела быть на их месте и в какой-то момент это чувство просто меня переполнило и я вспомнила слова своего коуча во время программы мвей у меня был коуч и он мне сказал ты знаешь анастасия жизнь слишком коротка чтобы тратить ее на заполнение строчек в резюме делать сразу то что ты любишь и до меня да именно так вдруг дошло я больше не хочу также я хочу жить свободно и заниматься тем чем я люблю и знаете что получилось я в общем-то всегда работала делала работа которая мне нравилась и я считала что если тебе нравится 60 процентов того что составляет суть твоей работы ты уже счастливый человек 20 процентов ты тебе нравится меньше и 20 процентов ты просто совсем не любишь вот когда у тебя есть свой бизнес ты любишь делать сто процентов того что ты выполняешь но это сознание уже пришло это понимаю после этого интересно скорее всего как мне кажется были предприняты какие-то предпосылки перед тем как начать свой бизнес просто попробовать то есть были ли какие-то видео сделаны для этого что просто посмотреть как это функционирует у меня были не только видео сделано во первых я сделала сайт он был зачат в зачаточном состоянии я его сделал самостоятельно используя движок vix.com который позволяет это сделать это сделать не из человеку каток у которого нет технических каких-то данных который не владеет кодирование не умеет писать код vix.com vix.com да и конечно же я я снимала я купила профессиональную камеру и пыталась снимать и учиться и я находила во-первых друзей у которых уже был свой бизнес и я на них тренировался если честно потому что если я когда я смотрю сейчас свои первые видео я бываю в неком шоке потому что например там оранжевые зубы у человека и например слишком много свободного пространства но мы никому об этом не расскажем и ссылки не будем давать это нормально учиться это нормально и как раз мой опыт говорит о том что не бойтесь учиться не бойтесь если вы что-то любите у вас обязательно получится это получится с практикой хочу у вас вот что спросить сколько денег изначально инвестировали покупку оборудования сколько вообще необходимо сегодня чтобы вот я хочу начать этим заниматься сколько мне нужно денег я сначала скажу сколько инвестировал инвестировала я 24000 долларов но сейчас понимая на что я тратила эти деньги например мой первый свет одну вам удиотную я купила за 1600 долларов плюс налоги я купила микрофон за 700 долларов я купила еще свет тоже нужно три света да я покупала все самое лучшее то есть зарплата за четыре месяца вся ушла на покупку оборудования фактически да компьютер конечно и не один и нужно два монитора и пошло поехало мне это напоминает историю когда очень многие предприниматели перед тем просто протестировать нишу посмотреть как оно работает сразу заказывать визитные карточки и не сто а сразу тысячу штук чтобы было уже всем раздавать но еще этим не заниматься не понимая как оно работает но есть у нас такой ментальности согласны купили оборудование 25000 клиенты были первые которые знакомы просто снимали с оранжевыми зубами да а после этого когда пошли первые деньги где нашли первых клиентов деньги пошли на самом деле сразу вот я помню первый день я не вышла на работу а стала заниматься своим бизнесом и я получила первый заказ но тогда у меня цены были просто демпинговые я готова была делать видео за 100 долларов то есть съемки монтаж не важно сколько часов я снимаю мне было это абсолютно не важно лишь бы у меня были клиенты а за себе кино снимете да 500 долларов голливуд да и собственно говоря вот и когда получила первые 100 долларов это было счастье необычайно то есть я я поняла что мои услуги кому-то нужны и я не сомневалась в том что конечно же я быстро научусь и буду это делать очень классно почувствовали уверенность в себе и какие были первые клиенты даже сейчас вот если брать в разрез это русскоговорящие либо это больше англоговорящие люди 80 процентов это канадцы англоговорящие 20 процентов понятно и вот на сегодняшний момент какие вы основные фишки используете для привлечения своих клиентов я могу сказать какие фишки использовала для того чтобы раскрутиться на давайте тогда начнем с этого но первое нужно было снять портфолио показывать что-то людям если там висит один ролик или два ролика это выглядит очень серьезно и конечно же я просто могла бы зайти на крейт-лист и по объявлениям найти людей которые ищут волонтеров и пойти снимать но я поступила умнее я сознательно искала людей с хорошим потенциалом по коммуникациям то что называют здесь нет ворке и я таких людей нашла это были два блогера и я сделаю для них бесплатно несколько видео и они не стали рекомендовать и я до сих пор не получаю заказы и они не очень помогли это первое что я сделала второе я стала активно расширять свою сеть контактов я записалась на meetup.com в сообщество которое связано с малым бизнесом и стала ходить два-три раза в неделю и раздавать везде визитки и восторженно говорить о том что я делаю и оттуда я стала получить получать тоже заказы и часть заказа пришло из интернета благодаря моему сайту меня находили и теперь и если раньше на на первоначальном этапе я где-то 60 процентов своего времени тратила на маркетинг то теперь я трачу 10 процентов своего времени на маркетинг потому что люди меня уже находят меня рекомендуют у меня нет недостатков клиентов я понял на сегодняшний момент ванкувере я знаю совершенно точно большое количество людей и компаний которые занимаются похожим бизнесом вот в чем ваше основное преимущество чем вы отличаетесь от другим вот кроме рекомендаций которые люди дают уже на хорошо проделанную работу к вам возвращаются вот если вы с кем-то ведете переговоры что вы приводите в аргумент чем вы лучше до того чтобы и для того чтобы иметь возможность привести этот аргумент нужно все чтобы человек начал с тобой каким-то образом контактировать вот мое главное преимущество перед моими коллегами в том что я владею маркетингом у меня 12 лет опыта работы поэтому я знаю как выстраивать взаимоотношения с клиентами как сделать так чтобы мое предложение выделялось из других сейчас я перечислю 3 наверное основные характеристики которые меня выделяют из других помимо того что я просто красиво снимаю что делают и другие значит первое это то что меня любят мои клиенты я обладаю талантом наверное я так думаю понимать людей я очень искренне ими интересую самое приятное поработать это первое второе я понимаю их цели и благодаря своему ими образование я могу с ними говорить на одном языке неважно они финансисты риэлторы маркетинговое агентство я разговариваю с ним на одном языке и могу сформулировать помочь им со скриптом сделать так чтобы видео которое было снято было не только качественным с точки зрения технического исполнения чтобы она реально продавала как персик наверное вот и третье я поддерживаю с ними связь у меня есть специальная программа в которой я отслеживаю контакты и стараюсь находиться на постоянной связи с кем я работаю или с кем я могу работать то есть подводя итог подводя черту ребята учите маркетинг чем бы вы не занимались ибо это как показывает реальный пример один из самых главных источников дохода Анастасия вопрос с точки зрения личностного развития где вы черпаете вдохновение своих клиентов я работаю с людьми в основном с владельцами собственного бизнеса которые обладают невероятным драйвом потому что конечно же они очень любят тем чем они занимаются и вот когда я с ними общаюсь их энергия передается мне я надеюсь что моя энергия передается им классно а сейчас у нас рубрика вопросов из фейсбука где вы могли их задавать где был сделан анонс на будущее наших гостей заходите здесь будет ссылка на нашу группу где вы сможете смотреть анонсы гостей смотреть прошедших гостей и вообще там классно ребята заходите если вам нравится контент ставьте лайки так вот вопрос у нас следующий знаете ли вы недорогой способ получения тех знаний которые вы получили в MBA я знаю бесплатный способ получения тех знаний которые я получила в MBA просто идете в библиотеку берете в книги которые относятся к этим сферам бизнеса логистика HR маркетинг финансы их читаете потому что ничего особенно никаких секретных знаний MBA не дает другой вопрос что мало у кого найдется сил и терпения сделать за год то что с нами сделали во время MBA программы правильно именно это я и хотел подчеркнуть что вы же платите не за знания вы платите за то что эти знания хорошо и компактно упакованы да и правильно вам поданы потому что пойти в библиотеку там книг по логистике 50 штук тебе нужно сесть их все перелопать для того чтобы найти правильную информацию потом это все в голове структурировать очень тяжело но я могу сказать что есть огромное количество курсов сегодня в интернете есть сайты Coursera.com куда вы можете зайти бесплатно совершенно из университетов Гарварда Оксфорда и других мировых университетов мира и бесплатно поучиться но да основная суть MBA основная суть MBA образования это обучение на основе бизнес-кейсов реальных ситуаций то есть ты разбираешь какое-то сложное ты ищешь решение для достаточно сложной проблемы и ты должен работать в команде и никогда не существует единого правильного решения и в этом заключается основная фишка ни одна книга не даст вам такого взаимодействия с людьми, которые думают так как вы у которых та же цель получить хорошую оценку за очередной анализ поэтому мне сложно представить знания те же самые получить можно навыки, я думаю, нет таково мое мнение но всегда есть практика если вы занимаетесь каким-то определенным делом и вы читаете книгу и у вас есть возможность на практике проверить ту или иную теорию тот или иной совет то вы будете более востребованным однозначно подкрепляя теорию практика достигнет больших результатов чем просто сидеть и мыслить вопрос номер 2 из фейсбука следующий у нас если бы Анастасия эмигрировала сейчас уже имея тот опыт который у нее есть что бы она сделала иначе я бы сразу создала свой собственный бизнес очень простой вопрос потому что не нужно в себе сомневаться это абсолютно ни к чему никаких границ не существует вы просто идете и делаете то что вы любите и все получается я не знаю как это работает как-то работает как-то работает просто нужно это принять за данные просто брать и делать и вопрос номер 3 звучит следующим образом как вы оцениваете ванкуверский рынок рекламы сейчас и его будущее с точки зрения отрасли съемок рекламных видеороликов для ТВ и интернета ванкувере и какой потенциал вообще этого рынка я считаю что люди которые занимаются видеографией в настоящее время они в тренде то есть мы двигаемся в правильном направлении абсолютно в правильном направлении недостатка в клиентах не будет я считаю что любому бизнесу нужно видео кому-то это нужно всего лишь одно видео для главной страницы кому-то нужно постоянно выкладывать новые ролики некоторые люди еще этого не поняли но они со временем поймут поэтому формируйте свою базу контактов и все будет хорошо а для себя какую-то цель конечную определили к чему вы хотите это все привести вот это ваше занятие бизнесом это будет какое-то просто то чем вы сейчас занимаетесь чуть-чуть больше либо это может превратиться в большую компанию я уже думаю о вечном сейчас пойдет пауз дело в том что съемки и монтаж коммерческих роликов это конечно замечательно и прекрасно и мне все это очень нравится но если честно то мне хочется оставить след и я понимаю что коммерческие эти ролики которые я сняла сегодня через пять лет их уже никто не будет смотреть и поэтому я хочу и уже снимаю собственно говоря семейные истории когда бабушки дедушки мама и папа рассказывают о своем детстве о том как они жили о том что было сложного в их судьбе чему они научились что они хотят чтобы их дети поняли не только дети на самом деле а те люди которые будут жить через двести-тридцать двести-триста лет их потомки и вот для меня ощущение того что мои фильмы будут смотреть и через двести и через триста лет вот у меня от этого мурашки по коже и когда-нибудь может быть года через два может быть года через три я смогу заниматься только этим потому что это заставляет сильнее биться мое сердце когда вы мне рассказывали об этой идее до съемок передачи я подумал вау я никогда даже об этом не думал думаю такая клевая идея такая клевая идея нужно тоже про свои семьи записать будет классно расскажите на ваш взгляд какие три фактора три технологии позволят преуспеть человеку в Канаде я бы выделила прежде всего маркетинг успешный и эффективный второе это планирование и третье это позитивный настрой могу объяснить объясните насчет планирования позитивного настроя хорошо значит то что касается планирования когда ты занимаешься бизнесом да конечно это очень интересно но нужно понимать что тебе нужно этим и зарабатывать если владелец бизнеса не ставит для себя конкретных целей у него как бы нет реперных точек он не знает к чему стремиться не проблема в том что вы не достигли цифр какой-то за месяц проблема в том что вы понимаете сколько вам недостает до этой цели и что нужно предпринять в связи с этим я например использую специальную программу если у кого есть для пользователей мака я могу рекомендовать daylight это такая customer relationship менеджмент система в которой у меня хранятся все контакты все проекты все возможные клиенты кстати андрей я обязательно с вами свяжусь наша программа уже объединяет да хорошо и мне это позволяет не запутаться в потоке потому что объем информации нарастает и не хочется терять какие-то возможности наработанные уже да да для ну как бы для своего бизнеса понятно понятно ну и в конце ваше слово скажите что вы хотите сказать вот на нашу камеру и просто от меня как от ведущего пожелания мы делали анонс что вы говорите на 7 языках ходили с этими языками скажите какую-нибудь фразу на примере всем удачи или всем добра или пока окей окей знаете в в марте месяце этого года из жизни ушел мой отец он прожил очень классную жизнь вот когда я в последний раз была дома во владимире я достала свою непрофессиональную камеру поставила ее и сказала пап расскажи мне о своем детстве какая у тебя была любимая игрушка какие праздники вы праздновали о чем ты мечтал когда был маленьким расскажи мне о своих родителей о своих расскажи мне о своих родителях и он мне обо всем этом рассказал и потом он взял в руки баян и спел мне несколько романсов и вы знаете я очень счастлива что я это сделала я вам очень-очень рекомендую если ваши бабушки дедушки еще живы если живы ваши родители не ждите ничего берите ваши смартфоны идите к ним и задавайте ваши вопросы потому что это бесценно это будут смотреть ваши дети если нужен будет монтаж или если вам нужна профессиональная съемка вы знаете куда обратиться в честь на 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 До свидания, au revoir, goodbye, ciao. Ваше участие на наших площадках, в разных группах, нам очень приятно, ваша обратная связь, нам очень приятно, когда вы нам ставите лайки, поэтому если вам нравится на ютубе видео, ставьте лайки, если вы в фейсбуке, ставьте группе лайки, чтобы мы развивались, чтобы мы росли и давали вам больше качественной информации. Анастасия, нам было очень приятно вас видеть. Артем, и мне тоже. И мы вам желаем огромного успеха в ваших будущих проектах и в принципе. Спасибо, и я вам тоже, и всем зрителям успехов и удачи. Бум, пока. Субтитры сделал DimaTorzok